Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами сделаем краткий обзор пряжи испанского производителя фирмы Valencia. Серия называется Gaudi. Здесь в 100 граммах 230 метров и в состав входит 12% шерсть перуанской лам и 88% премиум акрил. Что хочу сказать касаемо данной пряжи. Если вы обратите внимание, я уже начала из данной пряжи вязать вот такой аккуратненький регланчик. Хочу сказать, что пряжа в работе мне очень понравилась. Она достаточно мягкая и подходит отлично как для вязания детских вещей, так и на взрослого человека. Хочу сказать, что пряжа достаточно шелковистая и у нее такой вот красивый цвет переливистый. Если вы обратите внимание, то она вот такая, я бы сказала, как отполированная, то есть в принципе не ворсистая и ложится очень гладко и красиво при вязании. Вот я вязала данной пряжей спицами номер 4,5 для того, чтобы получить эффект такой вот легкой-легкой, я бы сказала, даже слегка прозрачной кофточки. Если хотите, чтобы пряжа ложилась более ровнее и более, скажем так, было плотное ваше изделие, то здесь производитель рекомендует использовать спицы 3,5-4. Здесь вполне соглашусь. Я пробовала вязать спицами 3,5 и 4. Мне очень понравилось, как ложится лицевая гладь. Если же вы будете использовать данную пряжу для вязания каких-то джемперов, либо же пулловеров именно ажурной вязкой, то желательно брать спицы покрупнее. То есть 4-4,5 вполне подойдет для ажуров. Пряжа в работе не скользкая. Мне очень понравилось работать с ней. При этом она создает, скажем, эффект такой комфорта. Мне кажется, что изделия из нее получаются достаточно приятными на ощупь. И что мне очень понравилось, я не очень люблю колкую пряжу. То есть вот это как раз-таки идеальная пряжа для тех, кто любит изделие под горло, но боится, чтобы изделие в дальнейшем не кололось и не составляло дискомфорта. Вот пряжа именно такая для тех, кто любит не колкие вещи. После стирки пряжа немножечко подвыровнялась, то есть петельки стали более равномерно лежать. И, как на мой взгляд, немножечко раскрылась в своих свойствах пряжа, как раскрывается меринос после стирки. Изделие не деформировалось, то есть каких размеров оно было, таких и осталось. Мне очень понравилось пряжа, работать с ней одно удовольствие. Кто что вязал из данной пряжи, обязательно напишите в комментариях. Мне очень интересно посмотреть на ваши изделия, которые вы делали из этой пряжи. И, в общем, что хочу сказать, пряжа достойного, скажем, качества и соответствует потраченным средствам на нее. Вот, конечно же, лайкайте мне за видео. Спасибо, что оставались на моем канале. Подписывайтесь, кто еще не подписан. И, конечно же, нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать оповещения о новых видео, которые выходят на моем канале. Ссылочку на данный свитерочек я также оставлю ниже в комментариях. Обязательно свяжите его вместе со мной. Ссылочку на данный свитерочек я также оставлю ниже в комментариях.